Всем привет! Меня зовут Стасия Сараева. Я покажу вам, как нарисовать такой портрет лошади. Для этого нам понадобится простой карандаш, клячка или ластик, тонкий лайнер, белый пастельный карандаш, белая ручка и набор маркеров. А также, возможно, нам понадобится еще и блендер. Используемые оттенки вы можете видеть на экране, а также этот список будет представлен в дополнительных материалах к уроку вместе с референсом. Приступим! Рисуя любой объект, очень важно понимать анатомию внутреннего строения этого объекта и как тот или иной элемент ведет себя в пространстве. Также очень важно обращать внимание на пропорции и соотношение элементов на изображении. Первым делом найдем осевую линию, которая проходит по центру головы лошади от затылка до ноздрей лошади. Обращаем внимание на угол наклона этой осевой линии от вертикали. Если провести эту самую вертикаль, то угол между осью и вертикалью получится где-то 20 градусов 25-30. Давайте попробуем соблюсти этот угол при построении нашего рисунка. Допустим, где-то здесь будет верхняя точка затылка, а здесь закончится мордочка. Теперь найдем, где располагаются глаза. Если визуально разделить осевую линию на три равные части, то верхний край глаза будет находиться на линии первой и третьей оси. Можно даже провести линию для удобства обозначения. Обозначаем эту вспомогательную линию на нашем рисунке и кружочками обозначаем расположение глаз. Длина этой линии составляет всю ту же одну треть от осевой. Только обратите внимание, что голова лошади повернута к нам в три четверти. Значит, слева будет длина составлять одну четверть, а справа три четверти. Если мы посмотрим на череп лошади, то мы видим, что переносица у нас до конца мордочки не доходит. То есть, вот здесь вот у нас будут уже ноздри и челюсть выдвинута вперед. То есть, от затылочка, вот у нас первая треть, вторая треть и третья треть. Третью треть мы еще делим на три части. И вот приблизительно до верхней третьей у нас идет переносица. Можно ее обозначить от краев глаза таким образом, чтобы дальше нам было проще простроить нашу мордочку. Значит, вот здесь вот, в этой части у нас уже будет сам рот, ноздри. Оставляем это. Далее обозначим щелку лошади. Она называется ганаш. Вот таким овалом его наметим. Вот она, эта часть на референсе. На ганаш. И вот здесь вот можно так приблизительно соединить. Смотрите, с левой стороны у нас тоже видна часть щеки лошади. Такая характерная выпирающая косточка. Вот она здесь. Вот она. Обозначаем ее. Вот эта косточка на этом рисунке. И вот она на этом рисунке. На нашем рисунке она тоже выпирает. Обозначим направляющие линии до затылка. И давайте уже сам затылок тоже покажем. Вот он. Овалами наметим, откуда растут ушки. Приблизительно напротив центра направляющей. Есть интересный момент. Если провести вот такой вот кружочек, то изгиб ушек нарисовать будет проще. Просто плавной лекальной линией обводим часть круга и ведем к основанию. Давайте повторим это на нашем рисунке круг. Плавная линия. И уводим к основанию. Форма уха похожа на листочек. Повторим с другим ухом. Так. Вот мы и нарисовали листики. И теперь дорисовываем заднюю часть уха. Подсотрем этот круг, чтобы не мешал. И теперь давайте займемся носом и ртом лошади. Если от внутреннего края глаза провести линию параллельно нашей осевой линии, до конца мордочки, то вот здесь вот мы с вами найдем ноздри. Ноздри имеют форму конуса, как кулечки. Так. Вот одна ноздря. А вторую ноздрю плохо видно, но мы ее все равно обозначим. Губы у лошадей очень мясистые и чувствительные. Они используют их, как мы используем руки, чтобы что-то потрогать, пощупать. Губы очень ловкие и легко выбирают только самые вкусные травинки в поле. Внимательно смотрим на референс и стараемся скопировать губы. Губы не забываем, что их у лошади все-таки две, верхняя и нижняя. Как раз обозначаем нижнюю губу. Так. И не забываем про складочку у рта. Сейчас давайте проработаем ноздри. Они имеют форму такой изогнутой капельки. Вторая ноздря. Не забываем обозначать толщинку. Также можно немножко заштриховать внутри. Вот эта часть, конус, нам тоже очень важен, чтобы впоследствии показать объем ноздри. С носом и ртом мы разобрались. Теперь давайте проработаем щечку. Смотрим на референс. И уточняем ганаш. Морда у лошади не широкая. И вот здесь, в этой части, находятся мышцы, которые сжимаются и растягиваются, когда лошадь открывает рот. У нашей лошади рот закрыт, значит, мышцы расслаблены и тоже имеют объем, который мы и покажем. Вот они, эти мышцы. Изображаем объем на рисунке. Теперь глазки. Глаза у лошади не очень большие. Их можно изобразить в форме такого неправильного прямоугольника с мягкими гранями. Так, можно поставить блик. Второй глазик не видно, но он все-таки присутствует, поэтому мы тоже его обозначим. Вот в этом месте есть такая выпирающая косточка, которую мы тоже покажем. вот она. И такое углубление, такая выемка. У лошадей она тоже видна. по дуге обозначаем шею, нижнюю ее часть и кусочек плеча. Легким нажимом карандаша обозначим лошади челочку и гриву, а также можно отметить пятнышко на шее. Я подсняла графит клячкой и принялась за недоусток. Легкими линиями намечаю основные формы кожаных ремней. Не забываем показывать толщинку. Прорабатываем застежки и крепежи. Подбородный ремешок. Вот недоусток готов. Я сделала линейный рисунок. Обратите внимание на то, что я не обводила лайнером верхнюю часть гривы и вот эту часть челки. Для чего? Для того, чтобы оставить это место белым и как бы посветить гривку со спины. Начну работу с фона. Я начинаю работу с фона. Как вы видите, на референсе фон не четкий. Он размыт и угадываются только цветовые пятна. Нам нужно добиться такого же плавного смешения цветов, как на референсе. И для этого мы будем работать очень быстро, чтобы чернила не успели впитаться в бумагу. Я сразу беру в руки несколько маркеров для фона. Это зенит блю, самый светлый, далее дарк клауд, си-сторм и колл грей. Работаю слева направо, так как я правша. Когда закончила первый слой фона слева, постепенно переходим правее. Здесь самым светлым оттенком обозначаем границы, за которые не будем заходить. Это верхняя часть гривы, которая должна остаться белой. Далее я продолжаю заливать фон, повторяя цветовые пятна, что на референсе. Работаю от светлого к темному, возвращаясь к более светлому оттенку, чтобы размыть штрихи. Специфика работы с маркерами такова, что в процессе работы обширные заливки выглядят очень однородно, однако при наложении новых и новых слоев чернила смешиваются и дают отличный результат. Правую часть хочется затемнить еще больше, так как на референсе у нас там самое темное пятно, поэтому я беру маркер с оттенком Green Grey 2 и начинаю затемнять, возвращаясь к Cool Grey 2, размываю границы и поверх прохожу оттенком Psy Storm, чтобы объединить цвета. Мне не хочется оставлять фон таким голубым, поэтому я добавляю тоновое разнообразие, проходя оттенком Latte по всему фону. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь годофон у нас закончен на данный момент. Можно приступать непосредственно к лошадке. Начнем с носика. Нам для него понадобятся три оттенка. Это Latte, English Rose и Set Wild. Первый слой я проложу все-таки Latte, а потом просто добавлю розового оттенка. Старайтесь класть не жирно и соблюдайте рисунок, как у него отметинка. Это розовенька идет. Так, теперь беру уже розовый English Rose. Нам носу такие складочки. Вот их я и работаю розовым. Так, и внизу верхнюю губу тоже. Чуть-чуть подразмыть все это дело блендером, чтобы смешалось получше. Усилить чуть-чуть контраста я добавляю в Set Violet. Вот сюда вот под верхнюю губу тень у нас падает на нижнюю ногу. И вот здесь вот чуть-чуть вот обозначим складочки. С носиком закончили. Возьмем самый светлый, голубой, зимний блю. И там, где у нас блик, под бликом нарисуем вот такое вот голубое отражение, как будто бы от неба. Маркер оттенка Master. И под бликом вот здесь его означаем полосочку, как будто бы свет проходит сквозь глаз, и он так подсвечивает его. Оттенок Graphic. Намечаю, где у нас зрачок, да, между вот этим голубым цветом и ярко-коричневым. Стараюсь все-таки оставить немножко синевы. Так. Сейчас это все дело подсохнет. И мы еще и посильнее углубим тени. Берем оттенок Midnight Blue. Это у меня самый-самый темный оттенок, который я буду использовать в работе. И рисуем зрачок. Углубляем из боков вот такой глаз вот у нас получился. Начинаем работать шкурку лошади с самых светлых оттенков. То есть смотрим на референс, и где у нее светлые вот эти вот пятнышки. Самым светлым маркером, у меня это Zenith Blue, мы прокладываем так называемую подложку под заливку. Я начинаю с самых светлых мест, где шерсть бликует, и стараюсь наносить штрихи по форме конкретного элемента. Несмотря на то, что впоследствии весь этот слой перекроется другими оттенками, форма и направление штрихов сослужат нам большую службу. Они помогут не запутаться в объемах, то есть на этом этапе мы составляем себе подсказки для дальнейших действий. Чтобы проще было найти эти светлые голубые участки, немного прищурьте глаза и посмотрите на референс с распокусированным взглядом. Тогда будет легче вычленить цветовые пятна, которые мы могли упустить раньше. Обратите внимание на голубой цвет на челке, ухе и гриве лошади. Немного голубого можно дать на живот и показать пару прядок на гриве. Далее я возьму оттенок Cool Grey 2 и обосначу теневые участки. Это средний темный оттенок, который я буду использовать в рисунке. На данном этапе мы поработаем в не очень свойственной маркерам техники. Если очень часто мы рисуем от светлого к темному, или наоборот, в зависимости от фирмы и свойств чернил маркеров, которые мы используем, то сейчас мы будем двигаться к средним оттенкам, от темных и от светлых. Почему так? В данном случае, чтобы облегчить себе задачу и не подбирать промежуточные оттенки, многие из них образуются сами собой при смешивании. Аккуратно обходим пятнышко на лбу и отмеченную на носу. Также не забываем про отблики. Область блика должна оставаться больше, чем есть на референсе, для того, чтобы мы смогли ввести промежуточные оттенки позже. Далее мы часто будем менять оттенки. Начнем с области ганаша. Посмотрите, на референсе это область темно-коричневая с таким фиолетовым отливом. Для коричневой части используем маркер оттенка графит, для фиолетового – седвайлот. Этот же оттенок положим над лентой недоуско. Также седвайлот нанесем на гриву и челку. Оттенком мастер мы обозначим челочку слева, которая как бы играет на свету. Возьмем седвайлот и тоже добавим его на челку. Сейчас не бойтесь переборщить этим фиолетовым цветом, потому что впоследствии он перекроется более темным. Добавим чуть-чуть мастер на правую часть челки и фиолетового в гриву. Теперь используем средний оттенок Dark Cloud и начинаем соединять темные части со светлыми. Опять напомню, что блики пока оставляем нетронутыми. Впоследствии мы пройдемся по рисунку оттенком Stone Wash, приглушим блики как следует и смешаем остальные оттенки. Пойдем нижнюю челюсть и под недоустком маркерами Cool Grade 2 и графит и подразмоем края средним оттенком. Теперь настала очередь маркера Stone Wash, о котором я говорила ранее. Также аккуратно по форме мы наносим штрихи. Над глазом дугообразные, по ганашу и храпу прямые. Ставим край наконечника дулоуто в линию недоустка и отрывая руку в конце штриха наносим этот оттенок сверху и снизу от недоустка. Чтобы отметины на лбу и носу плавно переходили в темную шерсть, по краям пройдемся оттенком Stone Wash. Нам также необходимо сохранить конусообразную форму ноздри, поэтому мы не до конца закрашиваем ее, оберем маркер Zenith Blue и размываем границы, делая плавный переход. Оттенком графит я углубляю теневые области. Обязательно как можно чаще сравнивайте с референсом, а еще лучше найдите побольше изображений предмета, над которым вы работаете, изучите их. информация никогда не бывает лишней. Очень сложно что-то изобразить, не имея понятия, как это устроено и придумать что-то из головы. Чтобы переходы были более плавными, я размываю края оттенком Sea Storm, а потом сверху прохожусь оттенком Stone Wash. Посмотрите на референс. Мордочка у лошади темная, поэтому используем маркеры CoolGrade 2 и Sea Storm и затемняем мордочку. Все тем же оттенком Sea Storm обозначаем выпирающую косточку на щеке лошади, а также подчеркнем венки. Можно было бы обойтись и без них, но так рисунок будет выглядеть гораздо натуральнее. Размоем границы оттенком Stone Wash и углубим тени при помощи Graphite и CoolGrade 2. А теперь смотрите, что сейчас мы будем делать. Самым темным оттенком, это у меня Midnight Blue, мы уведем в тень практически всю левую часть головы лошади. Оставляя по краю морды оттенок CoolGrade 2 не закрашенным, мы начинаем как бы подсвечивать лошадь. вдоль черепа по центральной его оси есть как бы небольшое углубление, которое мы тоже оставим нетронутым. Смело закрашиваем левую часть головы и как обычно размываем края более светлым маркером, на этот раз это CoolGrade 2. Сейчас вся работа пойдет по затемнению шкурки и приданию ей более плавных цветовых переходов. Опять возвращаемся к референсу и оцениваем свой рисунок. где мы недостаточно затемнели области и что еще требует доработки. В основном я работаю оттенками Midnight Blue, CoolGrade 2 и Graphite. Полгивая Клещ Ноздря мне показалось слишком светлой, и я затемнила ее оттенком Stone Wash. Позднее я вытащу ее немножко на свет при помощи белого пастельного карандаша. Ганаш и область под челкой делаем еще темнее. Не забываем, что от недоустка падает тень, и эту тень мы рисуем оттенком Midnight Blue. Переходим к ушкам. Правый край прокрасим фиолетовым Sad Violet, это создаст эффект подсвечивания. Внутреннюю же часть уха полностью зальем самым темным оттенком Midnight Blue. Cool Grey 2 используем, чтобы смешать два предыдущих цвета. Основание уха заливаем оттенком на графит и затемняем самым темным оттенком Midnight Blue. Обратите внимание, голубой блик оставляем нетронутым. Занедоустком мы забыли показать ганаш. Исправляемся при помощи оттенка графит. Давайте разбираться с челкой. Оттенком графита я наношу продольный штрих, намечая направление волос. Впоследствии их особо видно не будет, но то, что останется просвечивать, добавит живости в рисунок. Посмотрите, на челке и гриве есть довольно отчетливые голубые блики, добавим их оттенком Stone Wash. Если вы посмотрите на референс, то здесь за ухом подсвечивается гривка, о которой мы забыли. Прорисуем ее сейчас оттенком Mustard, а впоследствии поправим белой гелевой ручкой или белым пастельным карандашом. На референсе смотрим, как располагаются все эти блики на гриве лошади и прорисовываем прядки голубым цветом. Обращаю внимание на то, что верхнюю границу гривы мы не трогаем. Ее необходимо оставить белой для того, чтобы изобразить эффект подсветки сзади. Как вы можете заметить, гривы я прорабатываю острием наконечника DeLoto. Так что, если у вас маркеры без кисти Brush, вы тоже вполне можете справиться с этим рисунком. оттенком графит положим несколько штрихов на гриве. Пусть они будут немного разные по величине и длине, зато направление у них должно быть одинаковым. Теперь начинаем вводить челку в тень. Я использую как наконечник DeLoto, так и наконечник пуля, выбирайте тот наконечник, которым вам удобнее в данном случае работать. Где-то более тонкие штрихи, где-то толстые. Теневые части на всем рисунке мы прорабатываем оттенком Midnight Blue. С левой части челки постепенно переходим на правую и дальше работаем с гривкой. Оттенком Cool Grey 2 подсмешаем цвет на прядях и постепенно будем работать с гривой, добавляя новых прядей. Углубляем теневые участки оттенком Midnight Blue. Сверху проходим маркером Stone Wash и объединяем цвета. Оттенком графит можно чуть-чуть разнообразить гриву по тону. На шее у лошади есть белое пятнышко. Для того, чтобы его проработать нам понадобится всего лишь два оттенка. Первый Latte, второй Ten. Нам необходимо создать плавный градиент между этими двумя оттенками. Так как они близкие по тону, градиент получается сам собой. Оттенком графит раскрашиваем нижнюю часть шеи. Так как здесь находится гривка, полностью шею заливать этим оттенком не будем, а наметим просто промежутки между прядями. И обозначим плечико. Грива отбрасывает тень на шею лошади, поэтому нам этот участок необходимо затемнить. Используем оттенок Cool Gray 2. А для плавного градиента размываем графитом. Когда шея проработана, можно уже прорисовать более красивые пряди оттенком Cool Gray 2. Разнообразим цвет прядок оттенком графит. Чуть повыше к затылочку мы добавим в гривку оттенок Zenith Blue, чтобы усилить контраст на верхней части гривы. Светлую часть гривы мы начнем прорабатывать с оттенка Latte. Обозначим тут круглое пузико немножко. Складочку на гриве между шеей и корпусом. И снизу вверх белотом продольными штрихами, отрывая руку в конце штриха от бумаги, мы прорабатываем вот такие вот пряди. Оттенком Zenith Blue добавим немного разнообразия, прорисуем этим оттенком прядки. Возьмем оттенок Ten и добавим его в гриву. Такими штрихами где-то длинными, где-то не очень. Но обязательно соблюдайте то направление, как лежат волосы. оттенком Warm Grey 5 еще немного оттеним гриву. Добавим в падающую тень на нижнюю губу и складочки на носу. А сам нос сделаем чуть розовее оттенком English Rose. На боку лошади нам нужно создать плавный градиент. Начнем с оттенка Tan. Поверх него положим оттенок Mastard. Смешаем оттенки между собой. Далее берем оттенок под названием Graphite. Накладываем Mastard для смешивания. Еще больше затемняем нижнюю часть оттенком Cool Grey 2. Добавляем оттенок Midnight Blue. И поверх оттенком Mastard смешиваем цвета. Оттенком Zenith Blue добавим немного объема гриви и подрисуем еще несколько волосиков. Чтобы еще чуть-чуть разнообразить рисунок по тону, я возьму оттенок Pale Olive и добавлю его и в гриву, и в фон. Поехали. 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 Теперь давайте с вами по-быстрому нарисуем недоуздок. Для него нам понадобится два оттенка для кожаных частей. Это stone wash, которым мы прокрашиваем недоусток полностью. Не забудьте оставить нетронутыми кольцо, застежки и плашечку на боковом ремне недоустка. Забыли покрасить морду лошадки за недоустком. Исправляемся оттенком графит. Оттенок stone wash далеко не убираем. И берем оттенок dark blue, прорабатываем теневые участки и размываем его более светлым тоном. Продолжение следует... Позолоченные колечки и застежки мы раскрасим тремя оттенками латте, тен и мастерд. Начинаем, как обычно, от светлого к темному. Первым оттенком будет латте. В теневые участки и в толщинке добавим тен. И дадим немного свечения оттенком мастерд. Сейчас начнется самое интересное. Возьмем белый пастельный карандаш и будем показывать вот эти волосинки на гриве, на челке, которые чуть-чуть засвечены. Белым карандашом мы работаем по темным участкам, по гривке. Почему мы взяли карандаш, а не ручку? Он дает более плавный переход. Добавим прядки на корпус лошади и чуть-чуть подчеркнем шейку. А также вернем объем тем областям, где он чуть-чуть потерялся. Над глазиком. Выемка. Выпирающая косточка. Ноздри. И губки. С левой, с внешней стороны, дадим чуть-чуть свечения. Теперь поработаем белой гелевой ручкой. Обведем ушки и нарисуем эти маленькие волосики, которые подсвечиваются на свету. Белую ручку вполне можно заменить акрилом. Старайтесь распушить эти волосики немножко в разные стороны, чтобы смотрелись они более естественно. Смотрите, отдельных белых волосков на гриве не видно из-за довольно светлого заднего фона. Поэтому нам необходимо его как-то затемнить. Оттенком Ворм Грей 5 затемняем область между ушей и проходимся им по фону, добавляя контраста. Пока фон сохнет, на темной подложке справа можно прорисовать торчащие из грива волосинки. Посмотрите, лошадка уже начинает выглядеть совсем по-другому, она засветилась. Можно также добавить отдельных волосинок на саму гриву. Что хочу сказать, белая ручка очень плохо пишет по карандашу. Поэтому в тех местах, где вы положили карандаш, не ожидайте никаких подвигов от ручки. Вот эта область мне не особо нравится, я хочу немножко добавить ей объема с помощью оттенка графит. Добавлю немножко новых прядок и прорисую пространство между прядями. Сюда же добавим оттенок Ворм Грей 5, потому что он должен присутствовать на рисунке не только в фоне, но и еще в каком-нибудь другом месте, чтобы рисунок выглядел цельным. Так, эта область у нас уже просохла, поэтому все волосики будут видны гораздо явственнее. По внешней стороне мы тоже проложим линию белой ручкой. Обведем недоуздок. Он тоже будет светиться. Так, и ноздри. Прорисуем усики. Усиков на таком светлом фоне не видно, значит нам нужно его опять затемнить. Берем все тот же Ворм Грей 5 и затемняем фон. Чтобы совсем его не перетемнить, я возьму оттенок посветлее, оттенок латте, и подсмешаю немножко предыдущий оттенок маркера с фоном. Чтобы вернуть голубоватый фон, возьму оттенок Zenith Blue. «Оттенок латте» «Оттенок латте» «Оттенок латте» Вот на таком фоне можно уже смело прорисовывать усики. Продолжение следует... Я хочу, чтобы лошадка у меня еще сильнее светилась, поэтому по контуру я обведу ее белой ручкой. Добавим бликов в глазик. И подсветим правое ушко. Мне не очень нравится эта черная линия. Поэтому я немножко ее притушу белой гелевой ручкой. Вот такая прекрасная лошадка у меня получилась. Надеюсь, вам понравился урок. А я с нетерпением жду ваших вопросов, если что-то непонятно. И, конечно же, присылайте свои работы. Участвуйте в конкурсе на лучший рисунок по уроку. Успехов и до новых скетчей. Пока-пока.